Итак, это пятница и фото об Экспо Ньюс. Спасибо, что присоединились. Давайте оценим, что же там у нас по новостям. В этом выпуске вагон новостей от Canon, новая Sigma FPL, объективы Sony и не только. Не успели мы оправиться от тач-селектора Canon R вместо привычного джойстика. Как выяснилось, что эксперименты Canon в стиле «зачем жать или крутить, если можно погладить?» продолжаются. И тому доказательство новый патент. Цель патента — создать объектив с новым более эргономичным дизайном и новыми возможностями, которые по задумке компании могут быть достигнуты за счет блока с сенсорным управлением вместо привычного всем кольца фокусировки. Это будет тачпад круглой формы, расположенный на корпусе объектива, способный определять жесты, выполненные по часовой или против часовой стрелке движением пальцев. Или движением пальцев вперед, назад, вверх, вниз. В общем, такая полноценная прелюдия до съемки. Палец можно перемещать с различным усилием и различной скоростью, как вы хотите. И в теории подключить к нему второе, ох, без улыбки читать это я не могу, создавая бесконечное количество комбинаций и жестов. Инженеры Canon уверяют, что движение пальцев по сенсорной панели эргономичнее и более интуитивно понятно для большинства пользователей, нежели вращение колец туда-сюда. Ну да, ну да, все так и есть. А что нужно сделать, чтобы увеличить фокусное расстояние? Ну, мне чисто так полюбопытствовать. Компания Sony официально анонсировала новые объективы серии G для Bayonetta E. Это полтенник F2.5G, 40 мм F2.5G и 24 мм F2.8G. Все три объектива имеют легкий компактный корпус. Объектив 50 мм имеет минимальное расстояние фокусировки 35 см, а если включить мануальный фокус, то 31 см. А максимальное увеличение составляет 0,18 и 0,21 на мануальном фокусе. Объектив 40 мм имеет минимальное расстояние фокусировки 28 см, а при мануале 25 см. И максимальное увеличение с автофокусом 0,2, а с мануалем 0,23. Объектив 24 мм имеет минимальное фокусное расстояние 24 см и 18 см с мануальным фокусом, а максимальное увеличение с автофокусом 0,13, а с мануалом 0,19. Все объективы имеют в оптической конструкции асферические элементы и элементы из идеи стекла со сверхнизкой дисперсии, которые подавляют искажения. И у всех 7 лепестков диафрагмы и линейный мотор автофокуса. Три новых объектива от Sony будет стоить около 600 долларов каждый. Точные цены пока не объявлены, как и точные сроки поступления в продажу. По разным источникам они ожидаются в апреле 2021 года. Компания Reiko анонсировала новую 360-градусную камеру в своей линейке TETA. Модель будет называться TETA Z1 51 ГБ. И это та же самая модель TETA Z1, которая уже давно представлена на рынке, только с увеличенным объемом встроенной памяти, который, как гласит название модели, составляет 51 ГБ вместо 19. Конечно же, поддержки карт памяти, которую уже давно просят многие пользователи, как не было, так и нет. Давайте напомню спецификации новой старой камеры. Матрица 23 Мп, 1 дюйм с задней подсветкой. Диафрагма f2.1, f3.5, f5.6. Конструкция объектива 14 элементов в 10 группах. Четырёхканальный встроенный микрофон, 360-градусное видео 4К с трёхосевой стабилизацией вращения, возможность вести стрим по USB, высокая скорость затвора до 1,25 тысяч на секунды, OLED-монитор и возможность съёмки фото, JPEG и RAW DNG. Стоимость новой камеры составит примерно 1050 долларов, что на 50 больше, чем Z1 на 16 ГБ. Камера ожидается в магазинах в начале лета 2021 года, вот только ожидает ли её там кто-нибудь? Однако вопрос. Компания Aputure, или как правильно говорить, Apache, анонсировала комплект из 8 светодиодных ламп Aputure Ascent B7C в специальном кейсе, который служит одновременно и зарядным устройством. Сами лампы Ascent B7C новинкой не являются и были представлены ранее. Тем не менее, вместе с новостью про анонс самого комплекта, давайте я расскажу кратко и про сами лампы. Ascent B7C это самые настоящие лампы, которые имеют соколь с резьбой и которые можно вкрутить в патрон E26 или E27. Однако это не обычная лампа, а дистанционное управление и источник света с полноценным спектром RGB, своей собственной батареей для автономной работы и большим перечнем спецэффектов придачу. Лампой можно управлять по Bluetooth при помощи приложения Sidus Link. Заряжаются лампы в своем кейсе, для этого нужно убедиться, что каждая лампочка вставлена на свое место и нажать кнопку включения. Лампы могут работать в двух режимах, получать энергию либо от сети, либо от своей внутренней батареи. От полностью заряженного аккумулятора лампа работает 70 минут на полной яркости или 20 часов то минимальный. А сам комплект из кейса и восьми ламп будет стоить примерно 800 долларов. Согласно самым свежим слухам, которые появились в сети Canon во второй половине 2021 года, представят новые камеры EOS R1, EOS R5S и EOS R7, а также 15 полнокадровых объективов с байонетом RF. Также ожидается, что Canon EOS R1 станет новым флагманом полнокадровой беззеркальной линейки Canon EOS R. И это будет прямой конкурент недавно анонсированной мощной камеры Sony Alpha 1. Также Canon EOS R1 может стать первой незеркальной камерой, которая будет ориентирована на профессиональное использование спортивной съемки и для съемки дикой природы. Конечно, заявление довольно необычное, мол R5 и R6 для этого не подходит, что ли? Разве что, возможно, они туда установят глобальный затвор, и тогда, конечно, можно пулять безумную серию и дергать камеру без боязни деформации линий. Так что же там ожидается по спецификациям? Новый 21-мегапиксельный полнокадровый датчик изображения с глобальным затвором, о, видите, угадал. Система автофокуса Dual Pixel CMOS AF более мощная, чем у Canon R5 и R6. Рекордная скорость высокоскоростной серийной съемки для Canon. Камера может быть выпущена к Олимпийским играм в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Что же там наванговали по Canon EOS R5s? Матрица CMOS 90 мегапикселей, 5-ясевая стабилизация изображения в корпусе, функция с 2 мегапикселей, чтобы в итоге мы получали 300 мегапикселей. 8К не будет, ну и не надо. Дизайн аналогичный, как у Canon EOS R5. И также будет два слота, один под SD-US 2, второй под Safe Express Type-B. Корпус из магниевого сплава, защита от пыли и брызг, в наличии. Анонс ожидается летом 2021 года, цена пока неизвестна, но скорее всего она будет аналогичной к Canon EOS R5. Также по слухам, компания планирует выпустить камеру Canon XF505 к выставке НАВ-2021. Точных спецификаций пока что нет, лишь слухи. Это такой же 1-дюймовый датчик, как у XF705, выход 12G SDA и SD, встроенный зум-объектив с 15-кратным зумом и батарея типа BPA. Всё, на этом слухи заканчиваются. Ах да, есть ещё слух, что планируется выпуск Canon EOS M300. Но кроме самого названия, которое кстати тоже неточное, больше ничего неизвестно. И напоследок, Sigma FPL официально представлена. Так, визуально это всё такая же Sigma FP. Так-так-так-так, Илюша, расскажи, а что в ней нового-то? Рассказываю. Больше мегапикселей, 61 мегапиксель BCI. Датчик Bayer. Есть функция кадрирования, кроп-зум, гибридный автофокус и неограниченное время работы при питании через USB-C. Новинка получила систему автофокусировки с отслеживанием глаз человека. И также функцию отслеживания объекта в принципе. В камере Sigma FPL работает гибридный автофокус на основе контраста в сочетании с автофокусом с определением фазы плоскости изображения. Ещё из нововведений в Sigma FPL это появление двух дополнительных цветовых режимов. Это Duo Tone и Power Blue. Теперь у пользователей есть 15 цветовых профилей на выбор. В камере установлен низкочастотный фильтр, который уменьшает муар до минимального уровня. И в ней всё так же только электронный затвор. Новинка поддерживает зарядку по USB во включенном состоянии. Для съёмки видео у нас есть Cinematic DNG 8-bit, 10-bit и 12-bit. А также Move H264, как в OLED, так и в GOP. Камера позволяет снимать 4К со скоростью до 30 кадров в секунду и Full HD до 120 кадров в секунду. С автоматическим масштабированием 1,67, как при 100, так и 120 FPS. Камера может вести неперерывную запись до 2 часов как на SD-карте, так и SSD. Sigma обещает, что другие частоты в видео появятся позже с обновлением прошивок. Какие именно это будут частоты, не уточняется. И в дополнении к камере компания выпустила внешний электронный видоискатель EVF-11, который создан специально для этой модели. Sigma FPL ожидается по цене 2500 долларов, а в комплекте с видоискателем выйдет все 3000. Продажи ожидаются в середине апреля 2021 года. А на этом все. Оцени видео лайком или дизлайком, посещай наши соцсети ВК, Facebook, Instagram и наш сайт photoobexpo.ru. Там гораздо больше новостей. Все. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok